приветствую друзья по-любому каждый из вас когда-нибудь мечтал полетать на огнетушитель и конечно же я не исключением я решил задаться этим вопросом и ответить на вопрос возможно ли вообще полетать на этих огнетушительных давайте разберемся для начала давайте разберемся как работают вообще все эти реактивные и ракетные двигатели основным законом который там используется это закон сохранения импульса иными словами воздействие равняется противодействие чтобы это было проще понять давайте разберем пример с обычным охотничьим ружьем когда она выстреливает она разгоняет пулю в одну сторону и получает обратный импульс направленный в другую сторону те кто работают с огнестрельным оружием они об этом эффекте знают и называют его отдачей и чем больше масса и скорость пули тем сильнее это самая дача а значит сильнее удар в плечо так вот все ракеты и реактивные самолеты работают именно по этому принципу ракетный двигатель выпускает какой-либо материал в одну сторону и используя эффект обратного импульса летит в другую сторону теперь давайте разберем случай с нашим огнетушителем это прочность сосуд в котором находится углекислый газ с сжиженным состоянием под огромным давлением выше 50 атмосфер и когда мы начинаем его выпускать газ начинает выходить в одну сторону формирует ту самую отдачу в другую сторону но в нашем случае это будет уже уместнее называть тягой далее очень важно разобраться с классификацией реактивных двигателей поскольку мой случай ближе к космической тематике поговорим о ракетных двигателях они бывают твердотопливные их конструкция очень проста это грубо говоря бочка с порохом но когда такой двигатель запустился остановить его уже невозможно пока он не выработает полностью свое топливо бывает жидкостные в них смешивается жидкое топливо к примеру керосин и окислитель к примеру жидкий кислород это самый сложный но в то же время самый распространенный тип двигателя для полета в космос также бывают гибридные ракетные двигатели которые застряли где-то посередине прямоточные и многие другие но интереснее всего мне сейчас поговорить о космических маневровых двигателях предположим мы вывели ракету в открытый космос откинули все отработавшие мощные двигатели что делать дальше как управлять кораблем в космосе в невесомости где нет атмосферы даже малейший импульс силы способен довольно таки сильно скорректировать положение корабля в пространстве и здесь ценея уже не большая мощность а большое количество простых легких легкоуправляемых маневровых двигателей которые могли бы большое количество раз останавливаться и перезапускаться вновь и такие маневровые двигатели на самом деле имеют очень простую конструкцию внутри спутника располагается бак с сжатым газом а также система трубок которая доставляет этот газ к стенкам космического аппарата и с помощью открывающего клапана и специальное сопло этот газ просто выпускается в открытый космос тем самым создается небольшой момент силы которого вполне достаточно чтобы притормозить разогнать повернуть развернуть космический аппарат в нужном направлении а теперь снова взгляните сюда здесь есть и бак с сжатым газом и управляющий клапан и по сути я в своих руках держу самый настоящий реактивный космический маневровый двигатель с той единственной разницей что ему не хватает правильного реактивного сопла дело в том что огнетушитель для этого был не приспособлен газы выходя здесь изгинаются на 90 градусов при этом сечение постоянно меняется а выходят они сразу в огромное отверстие которое еще имеет стормажущая его резьбу с этим надо что-то делать моя задача сейчас изготовить для этого огнетушителя правильное реактивное сопло чтобы добиться максимального импульса силы и превратить таки его в настоящий маневровый двигатель но вот что касается реактивного сопла тут все не так просто насколько я понимаю эту науку очень важно знать скорость истечения газов если речь идет о дозвуковом потоке то сопло должно идти как бы на сужение но если мы говорим уже о сверхзвуковом потоке газов тогда сопло должно сужаться а потом снова как бы расширяться может быть я конечно и не прав я вполне могу ошибаться если вы знаете эти тонкости газодинамики обязательно напишите мне в комментарии мне крайне интересно с этим всем разобраться к сожалению невозможно ответить на вопрос какой скоростью выходят газы из этого огнетушителя с одной стороны при 50 атмосферах газ способен выходить со скоростью превышающей скорость звука но с другой стороны углекислота в этом огнетушителе находится в жидком состоянии и виде жидкости покидает огнетушитель и только на улице превращается в свое газообразное состояние поэтому я предлагаю сделать оба сопла и дозвуковое и сверхзвуковое и уже на практике посмотреть какой из них лучше подойдет я нашел вот такую вот заготовку которая отлично подходит к этой резьбе и из этой заготовки нам и нужно сделать сопло с дозвуковым соплом никаких проблем не возникло я просто отпилил эту прямую трубу и сверлом раздурачил отверстие чтобы оно шло на конус а вот со сверхзвуковым соплом все оказалось совсем непросто дело то что оно должно быть особой неправильной сложной формы к сожалению я не нашел каких-то особо расчетов поэтому придется делать как-то так глядя на какие-то картинки или примеры вот посмотрите сечение резко уменьшается и потом начинает расширяться причем расширяется она не линейным здесь она резче расширяется а здесь плавнее расширяется это конечно не идеальная форма которая подходит для нашего случая но я думаю приблизительно к этой форме нужно стремиться я не знал как его сделать и поэтому изготовил вот такую вот болванку я хотел раскрутить ее очень сильно и просто развальцевать вот эту вот трубочку чтобы она приняла вот такую вот правильную форму но после нескольких неудачных попыток пришлось оставить эту затею металл действительно нагревался но нагревалась и болванка поэтому металл просто прилипал к металлу и просто ничего не получилось однако такое сопло непременно нужно было сделать поэтому я решил изменить технологию трубочку я тщательно разогрел горелками и ударял по ней вращающейся болванкой разумеется и эта методика у меня пошла не с первого раза и поначалу получались вот такие вот кривые я даже не знаю как это назвать но через несколько часов удалось таки сделать довольно таки подходящую форму которая уже более менее похоже на реактивное сопло оно получилось конечно немножко кривоватое но какое-то подобие реактивного сопла я думаю вполне так получилось теперь когда все реактивные сопла сделаны нужно измерить тягу чтобы понять какое сопло работает лучше а какое хуже и какой максимальный импульс можно вообще с этими соплами получить чтобы произвести измерения тяги огнетушителя я сделал такую небольшую металлическую примочку которые соединены с весами а с другой стороны все это будет привязываться к воротам когда я нажму вот эту вот кнопку огнетушитель потянет назад а весы зафиксируют какую мы получили тягу кстати они имеют функцию блокировки поэтому если показания перестали меняться они как бы сохраняются останавливаются сперва я хочу испытать тягу огнетушителя без всякого вообще сопла то есть нам надо же все сравнить и замерить все тяги и для первого эксперимента я не буду вообще сюда ничего вкручивать просто посмотрим сколько тянет огнетушитель прям вот в таком вот виде что же без сопла огнетушитель способен развивать тягу в шесть целых две десятых килограмма теперь я навернул дозвуковое сопло то есть которое идет на сужение итак дозвуковое сопло которое сделано на сужение показала всего лишь четыре и шесть килограмма очень странно гораздо меньше вообще без всякого сопла уже 6 килограмм было ну что ж пришло время попробовать сверхзвуковое сопло вы только посмотрите сверхзвуковое сопло показала аж 7 целых шесть десятых килограмма тяги что конечно самый лучший результат и смотрите сопло все обросло снегом и ним то есть видно было здесь происходило расширение именно в самом сопле поэтому она очень сильно перемерзла ну что ж это очень хороший результат значит сверхзвуковое сопло нам подходит здесь больше всего итак друзья теперь совершенно понятно что нам больше всего подходит сверхзвуковое сопло это означает то что скорость вытекающего потока превышает скорость звука хочу заметить что у сверхзвукового сопла даже совершенно иной звук о он даже пустой толкается я сперва не поверил в данные весов 7,6 килограмма и поэтому решил потратить еще один огнетушитель чисто чтобы подтвердить эту цифру и в какой-то момент эта цифра превратилась аж 8 килограмм тяги в общем я сейчас хочу попробовать ощутить что такое 8 килограмм тяги и это у меня остался еще такой маленький огнетушитель я хочу провернуть сюда это реактивное сопло и посмотреть как она толкает так сказать ощутить эту тягу хочу сказать звук с реактивным соплом брос отменные он очень басистый такой низкий ну звучит очень мощно воздух как будто просто рвется прям настоящая ракета и теперь можно вернуться к вопросу можно ли летать на огнетушителях так вот у реактивных двигателей есть такая характеристика которая называется тяговооруженность иными словами как много тяги на долю веса если тяговооруженность равняется единицы это означает что что ракетам не может не взлетать и не будет падать значит ее тяга равняется ее весу если тяговооруженность больше единицы значит ракета начнет взлетать вверх если тяговооруженность меньше единицы соответственно ракета со всеми своими работающими двигателями все равно будет падать вниз это означает что что ее вес гораздо больше тяги которую она может создать что касается именно огнетушителей они очень тяжелые вес этого огнетушителя 6,4 килограмма а тяга который он развивает почти 8 килограмм то есть тяговооруженностью него больше единицы то есть теоретически сам себя он способен поднять вверх оторвать от земли ну в течение там нескольких секунд но конечно нас больше интересует вопрос может ли человек летать с огнетушителями так вот чтобы человек массой 80 килограмм смог взлететь с этими огнетушителями их понадобится 40 штук но мы с вами понимаем что 40 огнетушителей надо будет как-то чем-то связать объединить и в итоге получается что вот эта рама которая будет объединять все огнетушители она займет еще какой-то вес а значит огнетушители понадобится еще больше а значит и раму придется делать еще больше и в итоге ответ такой на огнетушителях летать не получится ну по крайней мере в земной гравитации на луне скажем так на марсе или не в невесомости этот огнетушитель может очень хорошо послужить но при нашей земной гравитации к сожалению это не получится но знаете друзья честно говоря мне в голову пришла одна очень интересная идея несмотря на то что на этих огнетушителях нельзя взлететь прям вверх это отличный маневровый двигатель который имеет довольно таки интересную такую тягу и мне пришла в голову отличная идея почему бы не поставить на велосипед несколько таких огнетушителей и попробовать разогнаться с помощью этой ракетной тягой это очень интересная идея я думаю стоит попробовать я думаю чуть-чуть опять же я думаю никто Break мне я думаю что мы попробуем это я думаю я думаю это если вы хотите вы можете